Вдруг, найди Балтимора. У него есть для тебя важная информация. Тревога! Чайка! Ну хорошо, пойдем, пойдем. Интересно, а как ты меня нашел? Ну ладно. Допустим. Это, получается, наша каюка, да, как я понял? Ништяк. Так. Идите в каюту Балтимора. Так, это, наверное, обходить. А че там еще дальше? Едать че-то каюта? Не, просто... Показать сюда нам каюту. О, мы летим средним классом. Че уже на люкс-то не позволить. Не мог себе Ольвер? Окей, ладно. Суть? Не, а это эти, типа пятнашек, да? Или че это все такое? Пяташки, ой, классики. Тьфу ты, спутал. Я не знаю. Че это? Просто так. То есть чайки? Где они? Вон этот. Циркач хренов. Бутулькар стоит. Че офигел, иди, блин, давай. Взорвал тут все нахрен. Йоу! Уйди, вонючий иностранец! Я тебе щас уйду. Су-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Окей, окей, хорошо. Балтимор не в люксе живет. Че уж. Может средним классом? О, он живет средним классом. Тоже, кстати, неплохо. Уважаемые пассажиры, я ничего не знаю. Наш пармен Балтимор приглашает вас попробовать его потрясающе... Ха, самому не нравится. Ха, ты приглашай. Вот здесь. А как вам знал, что здесь? А, наконец-то. Я тебя выследил. По-моему, ты собирался рассказать мне о моем дяде. Или ты просто соврал, чтобы я за тебя поработал? Это оскорбление. Я же профессионал. Если бы мне надо было соврать, я бы придумал что-нибудь получше истории про твоего дядя. К тому же я с большой неохотой разрешаю посторонним делать мои коктейли. В них секрет моего успеха. Ага. Ну ладно. Тогда рассказывай. Хорошо. Итак, я сделал открытие, что щепотка имбиря... Балтимор, у меня сейчас закончится терпение. Я не про коктейли спрашиваю, идиот. Что ты знаешь о моем дяде? Пока что я не могу тебе всего рассказать, но я уверен, что твой дядя следит за тобой. У меня почти есть доказательства. О чем ты? Этого не может быть. О каком доказательстве ты говоришь? Не сейчас. Мне нужна твоя помощь. Предупреждаю, если ты опять попросишь приготовить свой супер-хотдог, я... Нет, 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 понимаешь, меня ограбили! Кто-то был в моей каюте! Здесь все выглядит как прежде. Вообще-то здесь стало чище. Грабитель явно профессионал и любит порядок. Он знал, что искать. Большой запечатанный конверт. Очень секретный и очень важный для меня. И еще пропал один синий носок. Дай-ка попробую угадать. Мне нужно найти конверт, да? Ух ты! Ты догадливый. Можешь начать карьеру детектива или попробовать свои силы в компьютерных играх. Мне нельзя отходить от бара, так что я не могу сам заняться поисками. Почему? Однажды ты уже уходил из бара. Еще грабитель украл рецепты коктейлей, так что мне придется заново их изобрести. А не то моя репутация будет испорчена. Для бармена нет ничего важнее репутации. Хорошо, Балтимор, я помогу тебе. Но знаешь, это все равно единственный бар на корабле, так что народу всегда будет много, несмотря на репутацию. Верно. Но я настоящий художник и люблю, когда мои клиенты довольны. Запечатанный конверт? Это напомнило мне о Мойере о том, что я видел с мачты. Надо задать ей пару вопросов. Интересно, а что ты пританцовываешь, а? Закрыто! Все время. Ха, ладно. Так. Защититель Квит Малтимор. Найдите сметательницу с ножей Мойеру. Мы сейчас ее и найдем. Значит, она не это, не затычет ножом-то. Так, а куда идти-то? Куда? На ту сторону? Я не знаю. А, нет. В этой части. Кстати, вниз. По-моему, если не ошибаюсь, она живет на самом низшем классе. И... Чувствует. Да. Это каюта Мойера, но она заперта. Может воспользоваться отсутствием загадочной хозяйки и обыскать каюту? Да, я так и сделаю. Но как мне войти? Возьму капитан. Господи. Господи. Все прям знает, что как делать, куда идти. Хе. О, да. Так. Это я что, нахожусь рядом еще и с капитаном? Получается, это я на той части был это? Не пойму, что-то я. Ооо. Вот как, оказывается, да, все запущено. Ну, ладно. Окей. Это моя каюта находится. Не мешай работать. Ооо. Имейте внешность. Че, к этому стилисту сходить, да? Ха. Ё-моё. Я думаю, так и придется сейчас. В парикмахерскую сходим, к стилисту. Хе. Конечно. Закрытие. Дорогие пассажиры. В четверг, в полночь, мы проведем нашу следующую конференцию. Круиз и депрессия. Эту серьезную тему предложили Говард Стерн и доктор Ва, которые принимают участие в нашем путешествии. Доктор Влад? О, каким боком здесь. Я здесь не увижу, кто меня загопонизирует. Не, это не надо. Блин, мне вот такие чуваки нравятся. А мне это что? Ну, я понимаете. Hello! А мне это что? Отец, что? И катись бочкой. Далеко не бежать, ты гио. Да быстрее Третья мировая начнется, пока изменю тут внешность. Уу. Шикарно. Ну и, что? Ну, вам чё, всем всё. Ну и что? Ну и, что? Ну и что? Ну, вам чё, всем, всё. Ух ты! О! Я не смотрю. Не смотрю. Ну, мой морячок. А чё, идёт. Неплохо. Только вот... Он бежит. Подозрения вызывают. Документы при себе. Страховка. Всё. Регистрация. Всё, есть. Идём. Хе. Это, блин. Ха, мы представимся сотрудником корабля. Привет. Я как ты. Да. Ну-ну. Это ты так спешишь? Ну, ладно. Ну, зачем? Он твой психоаналитик, да? Хе. Нет. Не её. Не мешай работать. Ох. Нужно вернуть свою одежду. Или обо мне не то подумают. Фу, это блевать и на всё ещё осталось. Главное, вообще, работать неплохо, да? Не мешай работать. Работаешь? Ну-ну. Работай. Обыщите каюту мэра. Сейчас-то разве ищем. Нужно вернуть свою одежду. Или обо мне не то подумают. А чё тут думать-то? Хм, ладно. Хм, ладно. Так, всё. Возвращаемся. Ищем Мойру. Метательницу ножей. А ты мычка. Да. Самое эффективное средство. При замене ключей. Ну и щас. Найдем ее. Поговорим по душам. Щас только в бар зайду за бутылочкой пива. Хе-хе. Хотя нет. Хе-хе. Она не пьет пива. Ее нельзя. А ножа нет уже, да? Хе-хе. Оторвала нож свой? Ну да ладно. Закрыто. Оу. Эй. Разбросан. Неплохо. Шкатуй-то. Все, наверное. Ты сам себе что-то говоришь, да? А то что, поймает, да? Мой обед. Тут, наверное, пообеду. Везде самообслуживание, а здесь и это, да? Рабы есть. На, держи свою. Ящик свой. Смотри, Балтимор, твой драгоценный конверт наверняка в этом сундуке. Отойди, парень. Я знаю один волшебный фокус. Да у нас тут профессионал. Если бы я был твоим боссом, я бы не подпускал тебя к кассе. Готово. Посмотрим, что у нас здесь. Фотография паспарту, деньги, шарик из воска, рекламные брошюры и мой конверт. Но он пуст. Когда я забирался на матч, то я видел, как Мойра что-то выбросила в море. Если это так, это катастрофа. Я провалил задание. Задание? Что это задание? Я думал, твое задание смешивать коктейли и строить глазки женщин. Нет, это просто прикрытие. На самом деле, я правительственный агент США. ПБР направило меня следить за Мойрой под прикрытием. В этом конверте была очень важная информация, от которой зависит очень многое. Так значит, ты не варма. Это многое объясняет. Информация о дяде, плохие коктейли. Эй, полегче. Насчет коктейлей ты погорячился. Они мое хобби, моя страсть. Когда я уйду со службы, то открою свое собственное заведение. Хорошо, что у тебя есть мечта. А вот мое задание помочь Батулькару совсем не продвинулось. Не отчаивайся, я отплачу тебе за твою помощь. Конечно, толку от тебя было чуть, и ворчишь ты много, но я о помощи не забываю. Возьми этот шарик, я стянул его у Мойры. Он мне больше не нужен, а тебе может помочь. Спасибо, он очень похож на те шарики, что мне дал дядя. Ладно, я пошел, Балтимор, пока. Пока. И выше нос, парень. Рекламный брошюр, ступень. Перед тем, как искать Мойру, нужно послушать эти восковые шарики. Каковы шарики. Леди и джентльмены, открылась наша фонотека. В ней вы найдете много интересной и неинтересной информации. Неинтересной. Вообще, господи. Интересной, главное, неинтересной информации. Капец. Ой, куда туда надо? Понятно. Ну, а вверх, что ли? Ну, это лифт показывает. Лифт. Или лестница, либо лифт. Че тут у нас? Первый, второй, третий, даже. Вот тут золотой граммофон, вот этот тут. Куда что-нибудь, что ли? Сейчас, куда? А, вот, я не знаю, здесь... А, вот фонотека, нам надо, да? Ух ты. Там корабль, да? Так. Номер 432. Кодовый номер связных Тигровой Триады, также известный под названием Соломенный Сандал. Этот клан специализируется на шантаже, убийствах и рассылке спама. Дорогая Боря, у меня для тебя потрясающие новости. Ко мне в руки попали неопровержимые доказательства твоей невиновности. Все благодаря адвокату моего дорогого хозяина, Филлиса Фога, который помог мне в этом расследовании. Вина Тигровой Триады полностью доказана. Они убили этого зрителя. Им было легко обвинить и шантажировать тебя, потому что у них есть свои люди в бразильской полиции. Сейчас я собираю деньги, которые они требуют, и жду момента, когда правда откроется. Однако сумма довольно большая, так что мне нужно время. Дорогая моя, этот кошмар скоро закончится, и мы снова будем вместе. Я думаю только о тебе. Еще я рассказал о тебе своему другу, Бутулькару. Он директор цирка. Я познакомился с ним в Японии во время моего путешествия с мистером Фогом. Он мечтает, чтобы ты у него работала. Может быть, так тебе будет спокойнее. Верь в мою любовь, дорогая Мойра, и будь мужественной. Ну и сюда. Так уж. Если тебе будет нужна рекомендация, обязательно обращайся. Мне нужно найти Мойру. Уверен, она знает много интересного. Надеюсь, она не захочет убить или кастрировать меня. Ха-ха-ха-ха. Кастрировать. Найдите металленицу на Жеймойру. Вот опять найдите. Леди и джентльмены, напоминаю, что бомбардировка нашего судна запрещена и является проявлением плохого вкуса. Спасибо за понимание. Первая палуба. Спасибо нашим клиентам первого класса. Вот опять указатель есть? Как вот так? Я угадал, что узнает, где она находится. Блин. Не, было бы интереснее, если бы, конечно, самому искать. Вот это было бы интереснее. А тут что так тупо находишь ее? Вам показано уже. Так, что интересно. Сейчас меня не обойдет. Перейдем. Ну-ну-ну-ну-ну. В другую сторону. Спробую тут перейти. А, она вон где. Так, нашел. Легко приношел. Стой! Мне нужно с тобой поговорить. Что тебе нужно? Советую не подходить ближе. Я могу убить человека одним взглядом. Я знаю, что ты никого не убивала во время представлений в Рио. Я на твоей стороне. Спасибо за поддержку, но нам не о чем говорить. Наоборот, дорогая, я знаю, кто ты. А ты знаешь, кто я и кто мой дядя. Но я до сих пор не понимаю, что происходит. Почему он переписывается с тобой? Я не могу ответить на твой вопрос. Могу, конечно, но я не обязана отвечать. Соломенный сандал. Что? Откуда ты знаешь? Я много чего знаю. Я не простофили какой. Он ведь уже давно шантажирует тебя, да? Все началось с того ужасного шоу в Рио. С этой трагедии. Я не убивала того человека, но триада сделала все, чтобы меня подставить. У них везде все схвачено. Даже в полиции. Мне приходится им платить, а не то я проведу остаток дней в тюрьме. Наверняка можно провести независимое расследование и доказать, что ты не виновна. Да. Кстати, американцы даже приставили ко мне своего агента. Но я не понимаю, за меня он или против. Как ты узнала, что к тебе был приставлен агент? Как я узнала, что Балтимор работает под прикрытием? Ты шутишь? Я знала, что он на судне с самого первого дня. И я бы его узнала, даже если бы он получше прятал свое удостоверение сотрудника ФБР. Это ты залезла в его каюту? Я должна была понять, что он знает обо мне. Но он пока ничего не накопал. Да, слушай, я знаю, как тебе помочь. Знаешь великого Батулькара, директора самого большого цирка в мире? Этого жалкого типа, что все время провожает меня влюбленными глазами? Точно. Он мечтает о тебе и о том, чтобы с тобой работать. Твое шоу и твоя красота околдовали его. Я так действую на многих мужчин. К чему ты клонишь? Скоро пройдет цирковое состязание, и Батулькар хочет выступить с тобой. Он уверен, что ты выиграешь и хочет, чтобы ты с ним работала. В качестве приза ты получишь крупную сумму и откупишься от тигровой тряды. Хм, цирковое состязание на корабле? Как интересно. У меня как раз есть свободное время. Пойдем, поговорим с ним. Погоди, в обмен ты расскажешь мне все, что знаешь о моем дяде. Идет? А ты смелый парень, если учесть, что ты ставишь условия метательницы ножей. Пойдем и поговорим с Батулькаром. А ты знаешь, где он сейчас? Я тебя умоляю. Даже Балтимор смог бы его найти. Он там же, где и всегда. В баре. А, ну да, конечно. Я и сам знал. Батулькар, я привел Мойру. Мы поговорили, и она согласилась принять участие в конкурсе под вашим руководством. Это правда? О, мадам, какая честь для меня. Вы такая, такая вы. У меня мало времени. Кто будет моим партнером по выступанию? Вашим партнером? Ой, об этом я не подумал. Нужно что-то придумать, а то из меня самого ждет Мишель. Вы директор цирка, и вы не знаете, что метательница ножей требуется партнер. С вами все ясно. Прощайте, господа. Нет, подождите. Какая она импульсивная, да? Красотки все такие. Так кто будет партнером? Ну, видите ли, ээээ... Говори, не стесняйся. Это ведь хорошая идея. Прости его, Мойра. Твоя красота вводит его в ступор. Простите, а? О чем вы тут говорили? Видишь, дорогая Мойра, наш друг Батулкар умоляет тебя разрешить ассистировать тебе выступлением. Он мечтал об этом с тех пор, как увидел твое шоу. Ты что? Ты с ума сошел? Она ведь ножи метает, это не шутки. И потом, она меня, кажется, недолюбливает. Ты сделаешь это, или придется попрощаться с цирком? К тому же я уверен, она оценит твою смелость. Хм, да. Идея мне нравится. Будет весело. Думаю, зрителям понравится элемент комизма в таком серьезном представлении. Да, пожалуй. Ладно. Ну, легко тебе говорить. Не тебе, а между ног. Будут бросать острые ножи. Верно. Обещаю найти комнату для репетиции. Спроси Балтимора. Он знает каждого пьяницу на корабле. Кто-нибудь да поможет. Да. Балтимор делает отличный огнемет. Не то, что ты. Твой был просто отвратительный. Сплошная вода. Балтимор делает отличные коктейли? Ты верно пьян? Зачем ты не делаешь рецепты коктейлей? Они мне просто подвернулись. Я подумала, что пассажиры мне только спасибо скажут, если я украду рецепты этих отвратительных имбирных настоек. Или нужно убить бармена? Но я ведь не убийца. Хотя бармен из него еще хуже, чем секретный агент. Двойная порция имбиря. Вот чего не хватало в моем огнемете. Ну, конечно же. Ладно, я поищу комнату для репетиции, а ты организуй шоу. Публика будет до смерти счастлива. А потом поговорим о дете. План хороший. Из тебя вышел бы отличный секретный агент. Давайте не будем упоминать выражение до смерти. Мне нужно выделить чего-нибудь покрепче. Будет легче, если зрение немного затуманится. А ты после этого шоу забыть обо мне, понял? Так это сказал. Истопич.